Это Укрлайф Тиви и у нас в студии Сергей Алексашенко. Вот слушая вас, у меня родился вопрос, почему России, казалось бы, не пойти простым путем, не договориться с Западом, не получать от этого, я не знаю, какие-то экономические дивиденды и чувствовать себя комфортно, не пойти на уступки где-то, я не знаю, в Украине, где-то еще. Потому что то, что там Россия строит империю, это одно, это эмоционально, но мы же видим, что Россия, по большому счету, действует, создается такое впечатление, прагматично все-таки, несмотря на как бы нам не хотелось, да, по-другому, но вот она действует очень прагматично, и даже жестко в некоторых моментах. Вот с точки зрения экономики, России выгодно это противостояние с Западом или все-таки нет? Нет, не выгодно. А зачем тогда, с чем, почему она? А потому что речь не об экономике. Речь о мировоззрении Владимира Путина, о его, не знаю, там, хотелках, геополитических целях, о его, ну вот не знаю, там, кто-то хочет опять у нас отобрать ресурсы, мы ему выбьем зубы. Ну то есть человек живет в мире постоянной угрозы. Он считает, что на Россию кто-то покушается, что в России кто-то хочет что-то отнять. Вот он в это верит. Да, ведь, конечно, вот в интересах России как страны, как цивилизации на долгосрочную перспективу, конечно, выгодно хорошее отношение с Западом, с Европой, с Америкой и со всеми остальными странами, потому что, ну, помимо того, что это основные торговые партнеры, это еще и там фактически единственные поставщики технологий. Да, России, хочешь не хочешь, нужно как-то модернизировать свою техническую базу, технологическую базу. Вот, но для того, чтобы наладить отношения, построить нормальные отношения с Западом, ведь нужно жить по правилам, нужно же соблюдать. Не мало того, что там замириться с Украиной, отдать Украине Донбасс, ну, если бы в этом была вся дело, а как же частная военная компания Вагнера, а как же действия российских грушников, а как же кибератаки, а как же еще. И вот Владимиру Путину, в принципе, он достаточно давно, не знаю, наверное, уже, может быть, с 2007, 2008, 2010 года где-то, да, вот живет в конструкции в его голове, что на Россию нападают. Россия живет постоянной угрозой, да, и, соответственно, он защищает Россию. Ну, как вот на Россию нападает Америка, и там поле битвы — это Украина. Ну, как можно вообще, говоря, мириться сегодня с Америкой, если она нам угрожает постоянно? Как можно с ней выстраивать нормальные экономические отношения, если постоянные угрозы, если там у нас хотят наше богатство Сибири отнять? Вот, и вот это исправить нельзя. Вот человек такой, он так видит мир. А вот если перефразировать, если бы ничего этого не было, если бы не было вот этих санкций, если бы не было там всех отношений России с Западом последних лет, Россия бы вот сейчас в другом экономическом находилась бы положении или все-таки нет? Я когда-то делал такие, ну, в принципе, не очень сложные расчеты. Вот если предположить, что там с 2013 года российская экономика растет со скоростью меньше 1% в год. Вот если бы она росла со скоростью 3,5% в год, вот как вся мировая экономика, то сегодня объем российского ОВП был бы там на четверть больше. Ну, вот и все. Простые такие подчеты достаточно. Да, да, очень просто, очень просто. В принципе, российская экономика была бы на четверть больше. Не говоря уже о том, что могли бы выстраиваться какие-то там, не знаю, технологические цепочки, российские компании могли бы выходить на внешние рынки, в Россию приходили бы, в принципе же шли, да. Там в нулевые годы в России очень активно шел западный капитал, там особенно европейский. А сейчас? А сейчас нет. Не идет? Вообще не идет. Ну, практически там очень такие жиденькие потоки. Боятся санкции. Вот здесь это, они боятся санкций. Боятся санкций. Это называется политический риск. Потому что вы же, вот это бизнес, инвестиции, это же не означает, что вы сегодня вложили, а завтра уже начинаете прибыли качать себе обратно. Вы же этот проект будете, не знаю, там 5 лет реализовываете, там на 7-й год только прибыли начнете получать. Вы же должны верить в то, что через 7 лет там политическая ситуация не изменится, да. И что в России опять кого-то не отравят, ведут какие-нибудь санкции, и все, что вы вложили в Россию, это пропадет. Поэтому бизнес не идет. Зачем? Россия, конечно, она самая большая страна в мире, но вообще не уникальная. Никакой уникальности, вот такой особой, что, знаете, там западному инвестору, можно сказать, вот кровь из носа, хочу быть в России. Вот в Китае, да, надо, потому что там самый большой рынок в мире. А в России, да, в принципе, можно в России построить фабрику, можно в Украине, здесь плохо, там плохо, можно в Турции. Там Эрдоган, давайте перейдем в Венгрию. Вот, то есть нет, у такого глобального инвестора есть много вариантов. И в России она вот медом намазана, и в принципе, ну, можно без России обойтись. Ну, и теперь мы так плавно-плавно добирались до украинской экономики. По последним данным, кстати, в госстатистике, ВВП в первом квартале на 2% меньше. Просто упал на 2%. Все говорили, что к концу года вырастет, кстати, многие даже мировой банк прогнозировали все прочее, а тут раз и минус 2% ВВП. Это, кстати, не очень хорошая новость. Это нормально, Людмила, было бы странно. В прошлом году, в 2020 году, локдаун в Украине был введен где-то в середине марта. Это означает, что первые 2,5 месяца украинская экономика работала в условиях полного использования своего потенциала. А в этом ограничения, может быть, они не очень большие, но они еще есть. Кстати, опять-таки, были локдауны, закрывалось. Да, просто в начале 2020 года украинская экономика работала более энергично, более интенсивно, чем она работала в начале 2021 года. Но это опять во втором квартале будет наоборот. Во втором квартале украинская экономика покажет 5%, 7% роста к прошлому году. А за счет чего? Эффект базы, мы же с вами с этого начинали. Потому что второй квартал прошлого года, 2020 года, был очень низкий. Потому что все было закрыто, ничего не работало. Вспомните, весь мир практически остановился. Сергей, давайте немножко подробнее об украинской экономике, потому что очень интересен ваш взгляд со стороны. Как видится простому украинцу, что происходит? Во-первых, для простого украинца все дорожает, все без исключения. Продукты питания очень сильно. Даже какие-то простые, там, свекла, буряк и все прочее. Второе, для украинца увеличиваются коммунальные тарифы. И вот только увеличение, увеличение, это следующий шаг. Огромные долги, которые постоянно растут и растут. Единственное, как мы привлекаем деньги, и, конечно, никакие инвестиции к нам не идут, мы бесконечно занимаем берем в долг. Это ВГЗ, и скоро обслуживание этого долга уже станет у нас больше, чем наш военный бюджет. И это, как бы, тоже официальная статистика. Никаких перспектив, скажем, инвестирования в Украину мы пока не видим. Огромные долги нужно отдавать уже даже в этом году. Международный валютный фонд тоже пока как-то с деньгами не спешит. Но и даже миллиард Международного валютного фонда, наверное, ничего, по большому счету, для Украины не решит. С другой стороны, какая-то странная информация, что у нас какие-то большие золотовалютные резервы. Очень интересно. То есть, как бы, все вот плохо-плохо, а где-то золотовалютные резервы. А чего они там? А почему они не в экономике? Банки не кредитуют абсолютно производство. Социальная сфера обслуживания просто рухнула, и количество закрытых всяких ресторанчиков, которые уже никогда не поднимутся, составило 20%. Вот это, как бы, с одной стороны, такая грустная история. А с другой стороны, ну, как-то же мы живем, вот, и в связи с этим... Все хорошо? Ну, так, неплохо. Ну, я бы не сказала, что все хорошо, потому что это так сомнительное утверждение, но хотелось бы намного лучше. Вот как вам представляется, что происходит с украинской экономикой? Я вот намеренно, видите, все в корзинку сбросила, вот так вот. Ну, давайте так. Первое, опять, давайте начнем с того, что касается каждого, бьет каждому по карману про инфляцию. Ну, действительно, инфляция — это то, что ощущается всеми, и это тот процесс, который сильнее гораздо бьет по более бедным людям с низкими доходами, чем по более богатым. Да, и мы же начали с того, что вот мировая экономика, она, как это, растет, она улучшается. Цены на нефть растут, цены на газ растут. Извините, а коммунальные платежи — это же нефть и газ. Правда? Ну, а как иначе сделать так, чтобы украинская экономика, ну, там, теоретически, наверное, да, можно что-то такое сделать на фтогазе, и чтобы украинская экономика, в Украине, там, укргазодобыча добывала больше газа. Ну, да. Между прочим, у нас это в наши планы входило. В ваши планы это входит, это об этом говорится уже много-много лет, деньги туда отданы, ну, результата нет. Ну, вот выясняется, что, а раз не получается, да, раз не получается увеличить самим добычу газа, значит, придется платить за импортный газ. И импортный газ подорожал, поэтому тарифы возрастают. С другой стороны, вот продовольствие, оно все начало дорожать еще осенью, да, потому что это вот сезонный фактор, был не очень хороший урожай, и уже осенью, я когда разговаривал с экспертами Центрального национального банка, уже все говорили, что у нас будет очень сильная вот эта продовольственная инфляция, продовольственная инфляция сырых и свежих овощей. То есть, ожидали еще прошлой осенью. Да, да, это уже было хорошо известно. В-третьих, есть такой интересный структурный феномен, он не только украинский, он во многих странах, в том числе и в Америке наблюдается. За счет всевозможных ограничений люди не смогли тратить деньги туда, куда они хотели. Они не потратили на летние отпуска, они не потратили на фитнес-центр, они не потратили на концерты, они не потратили на театры. Деньги остались, значит, их куда-то надо тратить. Ну, если деньги жгут, кто-то хорошо, кто-то там все-таки их сбережения оплатывает, а кто говорит, слушай, у меня же деньги есть, пойду-ка я что-нибудь куплю. А экономика реагирует очень медленно, она не очень понимает, что спад, зачем импортеру закупать чего-то больше, внутреннее производство, там сельскохозяйственный год закончился, там промышленность работает как может, значит, импортеры ничего не закупают, а что у нас спад, зачем нам больше, и тут выясняется, слушайте, а мы хотим. А мы хотим новые смартфоны, а мы хотим новые телефоны, а мы хотим новые айпэды, новые компьютеры, ну, потому что деньги есть, и вообще, говоря, удаленный режим работы требует, чтобы для нас была хорошая техника, и вот цены начинают расти. То есть, вот такое сочетание факторов, оно приводит к тому, что вот такой процесс наблюдается. Кстати, мы похожи сильно на Америку в этом отношении. Вот не знаю, маленькая ремарка, я не знаю, как мы похожи на Америку, согласно данным ООН, в Украине 60% людей живут за чертой бедности. Вот я недавно говорила с Элой Либановой, она абсолютная в этом области человек, она говорит, ну, давайте до 50, да. То есть, половина украинского населения за чертой бедности, я не знаю, кто там что хочет купить, но вот из этого тоже стоит исходить. Одна из самых бедных европейских стран, это правда, это правда. Вот я как раз хотел перейти, ну, то есть, с этим спорить бессмысленно, да, давайте, вот, единственный способ борьбы с бедностью, и, соответственно, борьбы с инфляцией, это сделать так, чтобы экономика росла быстро, да, чтобы создавались новые рабочие места, чтобы они были более эффективными, более современными, чтобы зарплата там, соответственно, была выше, ну, и, соответственно, люди будут жить лучше, будут там больше налогов, будут больше возможностей у бюджета и так далее. Там, долгов, может быть, меньше надо будет брать. Чего мешает? Чего мешает? Вы сами правильно сказали, инвесторы не идут. Почему не идут? Потому что боятся. Ну, что, вложишь сюда деньги. Во-первых, пока ты будешь сюда вкладывать деньги, тебе там выстроится очередь, кому ты должен чего-то раздать. Ну, коррупция же она есть, ее же никто еще не победил. Госсекретарь Блинкин же приехал и сказал, ребят, у вас два врага, Украина. Внешний враг, Россия, мы вам поможем. Внутренний враг, коррупция. С коррупцией должны бороться сами. Кстати, Болтон назвал это аморальным. Кто назвал? Болтон, Джон Болтон, вот в своей статье сказал, что это несправедливо, и даже в чем-то аморально. Нормально, нормально. Джон Болтон, представитель республиканцев, Блинкин, представитель демократов. Но было бы очень странно, если бы они так часто соглашались. Президент Зеленский, кстати, тоже не согласился с Блинкиным, потому что только госсекретарь уехал, там прошло пару дней, и президент Зеленский сказал, да нет, у нас главный внутренний враг, это олигархи. Вот, конечно. Вот, сейчас, сейчас, сейчас. Ну вот, соответственно, инвесторы не идут. Инвесторы не идут. Почему? Есть коррупция, причем коррупция как на входе, тебе нужно со всеми договариваться, за все платить, тебе никакой помощи нет. А самое главное, что судебная система, кроме первого, судебная система. Ведь суд, это защита инвестиций, защита прав собственности. Ну, по большому, что в суде делаем? Мы защищаем свои интересы, свои права. Имущественная, неимущественная экономика, это все о том, кому что принадлежит. Кто у кого, кто у кого обманул или не обманул. Вот, интересы инвесторов, интересы любого потребителя, интересы любого производителя защищаются в суде. Но украинский суд, можно положиться, что он честный, независимый, объективный? Нет. Что-нибудь делается в этом направлении? Нет. Вы говорите, МВФ не дает денег. Но МВФ уже, что называется, денег есть, пожалуйста, забирайте. Вот нужно сделать раз, два, три. Что нужно сделать? Нужно принять законопроекты о антикоррупционных органах и нужно реформировать судебную систему. По известным лекалам сделать так, чтобы она, нельзя ее изменить, там, за три месяца. И за один год нельзя изменить. Но нужно начать движение. Нужно четко показать точку, в которую вы будете двигаться. А если не двигаться, если принимать хаотические решения, и там, решения, которые вообще еще хуже, еще больше раскачивают правовую систему, опять инвесторам же, вот зачем им сюда идти? Вы сейчас о решениях РНБУ сказали? В том числе о решениях РНБУ. С РНБУ, да, собственно. Да, потому что я считаю, что решение РНБУ о введении санкций против украинских граждан, это ограничение прав собственности, и ограничение имущественных прав, или даже закрытие компаний, это внесудебное расправа. Это внесудебное решение. Да, вот все хорошо, но прав собственности, люди или компании решаются на основании решений какой-то группы людей, которые вообще говоря, ну да, ну и что? Их оспорить даже нельзя, правда? Вот, поэтому рост украинской экономики, вот, не бывает чудодейственных рецептов. Вот, не знаю, там 150 стран в мире хотят расти быстрее. Кому-то это удается, небольшому числу, а большинству это не удается, потому что те, кому удается, они готовы слушать советы. А те, кому не удается, они говорят, а мы сами умные, мы сами знаем, что делать. Ну, раз уж мы перешли к тому, что мы сами умные, я это подтверждаю, что мы сами умные. Я не сомневаюсь. Вот, и хочу... Я не сомневаюсь, что вы умные. У меня никаких сомнений. Ну, на самом деле, я пошутила, конечно. Но я вот о чем хотела еще с вами поговорить. Итак, борьба с оригархами выводится на первый план. И, на первый взгляд, это, конечно, очень правильное решение, популярное. Мы 30 лет боремся с оригархами. Впрочем, как 30 лет и реформировал нашу судебную систему, это просто так ремарка. Не говоря уже там, сколько денег вложено и наших, и западных инвесторов. То есть, каждый президент реформирует нашу судебную систему. Вот. Так вот, возвращаясь к оригархам. Выглядит так, что сейчас мы составим список, назовем их этих людей. Вот даже прозвучало от украинского президента, что мы конфискуем их собственность за рубежом, запретим им общаться с чиновниками, политиками и так далее, запретим им баллотироваться и так далее, и так далее. То есть, выглядит ситуация таким образом, что мы их в такую какую-то небольшую резервацию погрузим, и пусть они там вообще сидят и не рыпаются. Оно, конечно, с точки зрения грабь награбленное, наверное, и хорошо, да, но с точки зрения развития украинской экономики пока непонятно, потому что вот украинская экономика находится в сложном положении, о котором вы уже справедливо говорили. Вот и в эту же корзинку вопросов, связанную с олигархами, вот почему-то часто говорят о том, что вот в России же тоже боролись с олигархами, но только эта борьба с олигархами, она как-то вот не закончилась тем, чем хотелось и наоборот привела к установлению какого-то такого, если позволить, авторитарного режима. Вот, вот все сбросило, ну а теперь вы уже там. Фу, ну давайте, нам еще часа на полтора, но ничего, время есть. Смотрите, я даже не знаю, давайте с России начнем, чтобы как-то вот поставить точку. Да, действительно, в России боролись с олигархами. И Путин, это началось при Путине, и, соответственно, в моем понимании, это было три независимых как бы части, где, три направления, три источника, три составные части марксизма, вот, соответственно, три направления борьбы с олигархами, где каждый из них было, ну, наверное, все-таки независимым, каждая задача решалась сама по себе. Пункт первый, это гусинский, березовский, НТВ, ОРТ. Придя к власти, Путин очень хорошо понял, ну, слава богу, что ему его там советники, помощники тут же все объяснили, силу телевидения. И, соответственно, ОРТ это вообще был государственный канал, НТВ это был частный канал, но который финансировался, там, получил большие кредиты от Газпрома, которые компания не смогла вернуть. Соответственно, позиция Путина была очень жесткой, если вы государственный канал, или вы живете на государственные деньги, вы не имеете права критиковать власть. А раз вы критикуете власть, вы не будете иметь доступа к телевизору. И, соответственно, там, начался сначала наезд на Гусинского, арест Гусинского, потом Березовского выгнали с ОРТ, и контроль на телевидении был установлен. Ну, вот, в моем понимании, это, конечно, это борьба с олигархами. Олигархи, которые имели вот такое огромное влияние на медиаресурсы, и которые формировали в значительной части общественное мнение страны. Чем после этого успешно занялся сам Путин со своим отделом пропаганды, с Ковальчуком и так далее. Вторая часть. Было так называемое известное соглашение, было чаепитие у Путина на даче, куда он пригласил основных олигархов, это, по-моему, уже все-таки лето 2001 года, могу ошибаться, может быть, чуть раньше, где он им сказал примерно следующее, что я гарантирую, что вашу собственность никто не будет трогать, но я от вас требую, чтобы вы не лезли в политику. И вот, собственно говоря, ну, то есть, это можно называть борьбой с олигархами? Ну, наверное, да. Но с другой стороны... А они согласились легко с этим? Они согласились. Ну, послушайте, нигде в мире бизнес не может вот всерьез бороться с властью. Ну, вот представьте себе, не знаю, там, Билла Гейтса, да, хоть он уже и там не имеет никакого отношения к Майкрософту, вот он возглавляет там борьбу за превращение Америки в монархию. Да, или там, не знаю, Тима Кука, который возглавляет Эппл, да, или, не знаю, там, Сергея Брина из Гугла, да, вот, который там воссоздает политическую партию и начинает там что-то серьезное. Ну, они же тут же там вот разнесут, да. Вот, там единственный человек, который, это вот Майкл Блумберг, который вот пытается, но мы видим, что успехов не сильно много. Вот, поэтому, конечно, то есть в Америке бизнесмены могут участвовать в политике, могут поддерживать политические партии, но в очень ограниченных объемах. То есть ты сам можешь идти, да, пожалуйста, но если ты поддерживаешь кого-то другого, то вот есть предельный размер, сколько ты можешь дать ему денег. Вот, и вот такое соглашение у Путина было. Сказать, что он кому-то выкручивал руки, сказать, что он кого-то бил дубинкой, сказать, что он, не знаю, применял какие-то... Нет, это было такое достаточно дружелюбное. То есть договорились. 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 То есть у вас есть ваша собственность, вы ей пользуетесь, распоряжаетесь, я ее не трогаю. Вот, третья часть это все, что связано там с делом Юкоса, арест Ходорковского, заключение Ходорковского. И убирая оттуда политическую часть, потому что одно из обвинений так неформальных в адресах Ходорковского было то, что он как раз поддерживал в том числе коммунистов очень активно, вот, хотя это было неправдно. Ну, в общем, там Путин развели, конечно, очень сильно. Но вот убирая политическую составляющую, в этот момент, собственно говоря, там идеологи, имя этого были Кудрин и Грев, которые возглавляли экономический блок, они говорят, что что-то наши сырьевики и олигархи платят мало налогов. Давайте-ка мы покажем, где раки зимуют и кто в доме хозяин. И при том, что ЮКОС на самом деле платил больше всех налогов среди нефтяных компаний на расчете на проданную тонну нефти, вот, ну, в общем, объем претензий к ЮКОСу был достаточно большим. Все компании-сырьевики пользовались возможными схемами. В России было такое дырявое налоговое законодательство, можно было создавать какие-то внутренние офшоры в Калмыкии, в Ингушетии, черт знает где, и платить мало налогов. Легально, то есть, все было легально, по закону, как любит говорить Путин. Но по факту выяснялось, что налогов платили мало. И вот разграбление ЮКОСа и арест Ходорковского послужило таким вот демонстративным как бы примером для всех остальных олигархов, которые сразу начали, то есть, всем выставили счетчики, всем сказали, кто сколько не доплачивает, они стали доплачивать налоги. Ну, то есть, в принципе, тоже борьба с олигархами, но вот уже такая, как бы, знаете, я, но по большому счету не могу сказать, что вот я уж сильно против этого. Я считаю, что там налоги надо платить. Сам плачу честно, я считаю, что другие тоже должны это делать. Вот. Поэтому это вот то, что происходило в России. И сказать, что это привело к путинскому там авторитарному правлению, ну, я бы не стал. Да, я все-таки... Ну, как же, партии поддерживать нельзя, в политику лезть нельзя. Ведь большой бизнес-то на Западе поддерживает политические проекты, причем очень активно, открыто и не смущенность. Ну, смотрите, то, что российские бизнесмены... Знаете, вот есть разные вещи, да, одно дело, там, не знаю, там Фридман, Потанин, Мардашов и дальше по списку выдвигают себя кандидатами в депутаты, да, и идут там, не знаю, в Государственную Думу, баллотируются. Хотя кто-то из них пошел там в Совет Федерации, в Дум, там есть многие крупные бизнесмены, поучаствовали в этом деле. Другое дело, что они могли в то время, да, даже после этого чайного перемирия с Путиным, вообще говоря, финансировать деятельность других партий. И они это делали. Они финансировали Яблок, они финансировали Союз правых сил, они финансировали коммунистов, они финансировали Жириновского. Ну, то есть, в принципе, можно было финансировать партии. Да, и, но в какой-то момент Путин стал менять там дальше законодательство о выборах, регистрацию партии, и в этот момент, да, вот там российский бизнес, он сказал, типа, ну ладно, делай, что хочешь. Да, то есть, российский бизнес, ну, как бы отделил себя от общественных интересов, от будущего страны, и сказал, да мы не будем защищать эти интересы. И нам проще перестать финансировать Союз правых сил и Бориса Немцова, нежели, чем там идти на конфликт с Путиным. Да, вот, если тебе, Борис, нужны деньги лично на жизнь, тебе дадим, а вот на финансирование твоей партии не дадим. Да, и вот это была такая абсолютно прямая циничная позиция, поэтому претензии к бизнесу, конечно, можно предъявлять, но все-таки, вот, переход к авторитарному управлению у Путина шел, там, не знаю, с 2000 года, и, там, не знаю, до сих пор продолжается. У тебя же до сих пор, смотрите, вот эти маленькие решения, здесь закрутил, там подкрутил. То есть, нельзя сказать, что он там в один день как-то, ну, все сделал. Поэтому, ну, во всем обвинять, вот, российских олигархов, которые там что-то не сделали, да, что-то они сломались, ну, я, честно говоря, не думаю, что, например, в Америке, там, владельцы крупных компаний могли бы какую-то серьезную политическую оппозицию построить. Наверное, так все-таки нигде не бывает. Давайте к Украине перейдем. Украинские олигархи. Знаете, мне вот то, что Владимир Зеленский на своей пресс-конференции говорил, мне это сильно напомнило вот то, как РНБО вводил санкции против Медведчука. А, точнее говоря, отзыв и лицензию его телекомпаний, да, которые поддерживают терроризм. У нас есть доказательства. Но они недостаточны, чтобы с ними идти в суд. Но мы их обязательно предъявим. Вот уже прошло много времени, да, и, по-моему, уже все забыли. Уже все забыли про то, что там есть поддержка терроризма, что какие-то доказательства обещали, что обещали прийти в суд. Вот Владимир Зеленский про закон о олигархах вроде как рассказал, но тексты закона никто не видел. Но обещают. Но обещают. Обещают. Значит, три критерия. Первое, объем богатства. Второе, наличие медиа-активов. Третье, участие в политической жизни, личное. Вот, я, может быть, не очень хорошо знаю украинскую политическую жизнь, но я вижу двух человек, которые попадают под эти три критерия. Петр Порошенко и Виктор Медведчук. Все. Больше нет никого. Больше нет никого. Называется 13 олигархов, 15 олигархов. Вот. Я думаю, что было бы нечестно говорить, что я считаю, что влияние олигархов на политическую жизнь Украины, на общественную, на экономическую жизнь Украины отсутствует или что оно такое благотворное, что не надо их трогать. Очень многие проблемы в Украине, конечно, они связаны с тем, что олигархи имеют слишком большие возможности, они очень активно используют государственные ресурсы, каждый по-своему. Вот. И по большому счету, конечно, конечно, как у Путина это было, равноудаление олигархов было бы благоприятно для Украины. Но равноудаление это не означает, что их нужно всех в тюрьму посадить и там на Колумбу отправить, ну или куда-то там, в какую-нибудь дальнюю колонию в Херсонской области. Это означает, что, вообще говоря, государственные решения должны приниматься исходя из интересов государства, а не из интересов олигархов. А что сейчас президенту мешает это делать? Это сложно. Это сложно. Потому что дьявол в деталях. Надо разбираться в деталях. Надо разбираться, условно говоря, в энергетических тарифах. Надо искать какие-то компромиссы. Надо понимать, как работает рынок электроэнергии. Это же сложно. Так об этом же и речь? Нет, подождите. Но это сложно и это непопулярно. На этом рейтинг не повысишь. А вот заявить о том, что у нас есть внутренний враг это олигархи и что мы с ним будем бороться, ведь ничего не укрепляет рейтинг власти больше, чем желание бороться с внутренними врагами. Еще с внешними. Есть простые решения, которые позволяют поддержать рейтинг. На самом деле это же и есть ключевой вопрос. А цель в чем? Цель в том, чтобы повысить рейтинг, тогда закон о олигархах, закон о проектах о олигархах уже достаточно, уже хорошо. Можно об этом долго-долго говорить. Может быть, месяца через три даже текст законного проекта появится, а потом он исчезнет и просто не пройдет через Думу, через Раду. Не набрали голосов, нет поддержки. Значит, плохой закон. Будем новую писать. А можно решать проблемы. Реальные проблемы, потому что хорошо известно, что каждый украинский олигарх, практически каждый, который получил большое состояние, он так или иначе использовал государственные ресурсы в своих интересах. Здесь льготы, здесь скидки, здесь отдельные тарифы. Вот это должно бороться. Но с этим бороться можно опять мы закольцовываем тему через борьбу с коррупцией. Но потому что чиновник принимает решения в интересах олигарха не потому, что он считает, что так лучше для страны, но потому, что он экономически мотивирован. И мотивация может быть достаточно большой. Поэтому можно решать проблемы, но это трудно, это долго, это напряженно. У тебя должны быть люди, которые хорошо в этом разбираются, сильная команда. А можно решать на уровне лозунгов. Другую задачу. Пока, мне кажется, пока то, что я вижу, закон о олигархах все-таки это о лозунгах. Сергей, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы нашли время зайти к нам в студию. Мы очень рады были вас видеть. Спасибо большое. лозунгах. Спасибо.